Такого гламурного шума Голливуд еще не наводил. В упорных потугах гениев маркетинга, фильм «Барби» стал самым долгожданным релизом года и за первые 17 дней премьеры собрал рекордные 1 миллиард с хвостиком долларов. И это неспроста. Рекламная кампания была действительно знатной. Ведь даже заходя в гугл по слову «Барби» или связанными с ней запросами, система одаривает тебя уникальным розовым фоном страниц с блестками. Десятилетние девчушки, дамы постарше, а если на чистоту, то и вполне солидное полчища мужского пола, ринулись в кинотеатры, чтобы поглазеть на своих кумиров, ну и просто причаститься к новому тренду. На первый взгляд, фильм «Барби» является максимально няшным и безобидным. Никакого секса, мистики, насилия и матерной речи. Казалось бы, идеальный контент для детишек и консервативных взрослых. Однако мало кто придает значение разрушительной силе его послания, хит раскрывающегося за яркими красками. Всем привет! Этот обзор фильма «Барби» будет не похож на множество других, витающих в интернете. Мы попытаемся выйти за рамки обсуждения великолепного актерского состава, декораций, костюмов, режиссерских отсылок на легендарные фильмы прошлого, а также ряда положительных принципов, заложенных в сюжет киноленты. Хотя мы и осознаем, как все это интересно и ценно для многих зрителей, нам важно углубиться в суть основной идеи экранизации «Барби» и показать, как она может повлиять на отношения в наших семьях и семьях будущих поколений. Но для начала пробежимся по сюжету для тех, кто не совсем в теме. В общем, жила-была Барби в игрушечном мире «Барби Лэнд». Жизнь там казалась абсолютно идеальной. Но вот однажды на вечеринке главная героиня озвучила вслух весьма нетипичный для их мира вопрос. Это стало началом глобальных проблем в жизни Барби. Пятки стали опускаться на землю, неприятный запах изо рта, вода в душе холодная. И самое ужасное – это появление целлюлита на бедрах. Чтобы решить эти проблемы, Барби отправляется в реальный мир живых людей, чтобы отыскать там свою хозяйку, ту самую, которая игралась ею в детстве, которая в свою очередь должна помочь Барби отыскать саму себя, то есть ее подлинное предназначение. В итоге с ней отправляется Кэн, и там закручивается разное приключение, которое с точки зрения взрослого мужика кажется дохрапа скучным. Честное слово, лично мне нужно было постоянно бить себя по лицу, чтобы не заснуть. Но все же целевая аудитория от кино в диком восторге. Возможно, сценаристы хотели, чтобы зритель определил главную идею киноленты в том, что якобы нужно искать настоящего себя, быть свободным от стереотипов и не думать, что скажут окружающие. Однако в реальности эта мысль блекнет на фоне иного, самого ярко выраженного послания данного фильма, который мы сейчас рассмотрим под весьма нестандартным углом. Но перед этим несколько фактов о режиссере сказочной комедии. Не для кого не секрет, что режиссером фильма Барби является Грета Гервик. Кроме того, что она талантливая актриса и режиссер, номинантка на премии «Оскар» и «Золотой глобус», она еще и видная феминистка. Грета свидетельствует об этом не только словами, но и делами. Ведь одни из самых успешных ее режиссерских работ, по мнению критиков, это фильмы «Леди Бёрд» и «Маленькие женщины», где откровенно и звонко продвигаются феминистские послания. Ну а теперь кульминацией ее славы является экранизация кукольного мира красоты и счастья, где, безусловно, Грета Гервик вложила всю свою страсть в борьбу за права женщин. Причем сделала это с неожиданно религиозным подтекстом. Например, с самого начала Барби восстает как некая спасительница женской части мира, обреченного на унылые, первобытные, бесперспективные будни. Ведь маленькие девочки, играя в куклы, могли представлять себя только матерями. Но с приходом Барби все меняется в одночасье. И далее зрителя сразу же переносят в идеальный мир Барби Лэнд, который, по словам кинокритиков, является прообразом Эдемского сада. В этой связи весьма символично нам изначально показывают сцену, где просыпается Барби, словно с этим зарождается сама жизнь. Затем подчеркивается уникальность и выдающаяся роль всех Барби в этом мире грез. Ну и напоследок на сцене появляется красавчик Кен. Вот только один маленький нюанс. Кен заявлен как некое беспомощное существо, чье предназначение заключается лишь в том, чтобы красиво стоять на пляже, светя своими идеальными кубиками пресса. В общем, лейтмотив первой части фильма – мужчины слабые и тупые, а женщины сильные и умные, которые в случае необходимости могут прийти на помощь бедолагам-парням. Затем, когда Кен и Барби попадают в реальный мир живых людей, Кен приходит в изумление от того, что здесь мужчины занимают важную, или, как ему показалось, главенствующую роль в обществе. Он возвращается в Барби Лэнд как миссионер патриархата, создавая революцию мировоззрения в сказочном мире. Кен убеждает парней и девушек в том, что главным должен быть мужчина. Но в итоге у него все равно ничего не получается, и он убегает в слезах, как трехлетний мальчуган, обиженный на жизнь. Если вы думаете, что все эти символы и параллели манипулятивно притянуты за уши ради религиозного самоэкстаза, то вы ошибаетесь. Чего только стоят слова весомого кинокритика Маршала Шафера из издания The Playlist, который заявил, что фильм «Барби» объявляет патриархат запретным плодом в саду Адама и Евы, который искушает Кена. Он пишет «Барби Греты Гервик переворачивает миф о бедемском саде и переворачивает понятие гендера. Женское божество Рут Хендлер, создательница Барби, вызывает воображение женщину, связанную с ее собственным образом, и дает ей компаньона противоположного пола, Кена, Райана Гослинга, определяемого их отношением к первому творению. Точно так же, как термин «женщина» произошел от его отношения к мужчине, мужской аналог Барби был только и Кеном, а не сам по себе. Таким образом, Кен, искушенный запретным плодом, представленным в виде патриархальной идеологии, сбивается с пути и портит страну Барби. Кто не понял по поводу и Кена, постараюсь прояснить. По задумке корпорации, производящей Барби, Кен является лишь ее придатком, то есть сам по себе он абсолютно никто. Его настоящее имя всегда пишется с союзом «И», в знак того, что он идет как дополнение к главному персонажу, Барби. В экранизации это подчеркивается режиссером в сцене, где Барби и Кен попадают в полицейский участок. На табличке красавца-блондина мы отчетливо видим его имя. Написано «And Ken», то есть «И-Кен». К слову, актриса Иса Рэй, которая играет президентшу Барби Лэнда, отвечая на вопрос о том, кто такой Кен, сказала «Я думаю, что Кен – это просто отличный аксессуар. Вот что мне понравилось в представлении Греты о Барби, так это то, что Кены являются просто дополнительными персонажами к этим Барби, в то время как Барби могут делать все. Кены там для поддержки, им не обязательно иметь свою собственную историю. Я думаю, что это не обязательно негативный момент. Для мужчин невероятно важно играть вспомогательную роль и поддерживать величие женщин Барби. Христиане, для которых Священное Писание является наивысшим авторитетом, легко распознают во всем описанном выше исковерканную версию истории создания первой семьи. И здесь основная суть не в том, что по Библии первым был создан Адам, а потом уже Ева. Корень проблемы глубже. Люди радикально перекрутили божественное предназначение и роль мужчины и женщины в семье. Ведь по задумке Творца, мужчина был создан первым не для того, чтобы подчеркивать свой статус патриарха и возвышаться над женой, а лишь для того, чтобы осознать свое одиночество и нужду в партнере. По плану Бога, мужчина и женщина, создавая семью, должны были иметь абсолютную гармонию в отношениях и взаимное добровольное подчинение. Поэтому даже в Новом Завете, когда речь идет про главенство мужчины, то подразумевается не превосходство и подавление чьих-то прав, а лидерство на основе любви. Более того, Библия подчеркивает, что когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Видите, человек — это мужчина и женщина. Будто они идут в комплекте, никак не порознь. И в этой модели отношений находится максимальное счастье. Современная культура и, в частности, голливудская экранизация Барби навязывает противоположное — феминистское мировоззрение. Да, я понимаю, что касаясь темы феминизма, ты уже как бы выходишь на лезвие ножа, с которого не сойти без потерь. Хейта я не боюсь от слова совсем. Однако хочу подчеркнуть, что не являюсь женоненавистником. Напротив, очень уважаю женщин и даже отчасти понимаю тех, кто борется за их права, ведь все изучающие историю осознают, что в свое время действительно были жесткие перекосы в сторону абсолютного патриархата, когда женщину вообще за человека не считали. Мужья истолковали слова Бога о господстве над женами превратно, и, как следствие, люди погрязли в многовековом постыдном периоде заблуждения, когда при рождении девочки отец семейства был зол и подавлен, а в обществе появление дочери на свет считалось чуть ли не проклятием. Однако, когда проблема решается исключительно человеческими методами, через подавление одной власти, на смену попросту приходит другая власть со своими тараканами. Проблема остается, меняется лишь форма. На самом деле, хоть для некоторых это может прозвучать наивно и даже смешно, однако при нужном подходе через какие-то пару десятков лет картина социума может измениться настолько, что мир, где всем рулят женщины, а мужчины лишь приложение, станет не розовыми фантазиями, а суровой реальностью. Если не верите, можете изучить развитие ЛГБТ-культуры и оценить шансы повторить подобное в области феминизма. И суть не в том, что мужики должны бояться превосходства женщин над ними. Просто мы все должны осознать, что борьба за свои права путем ущемления прав других приведет лишь к разочарованию и несчастью. Уже сегодня миллионы семей по всему миру рушатся только лишь из-за того, что не готовы смирить свою гордость, не готовы уступить, не готовы послужить даже любимому человеку. Безусловно, экранизация Барби – лишь верхушка айсберга, лишь зримый апогей продвижения вывернутых наизнанку библейских принципов, пропаганды идей, разрушающих гармонию отношений между мужчиной и женщиной, стирающих подлинное счастье. Причем за последнее время популяризация феминизма мутировала в крайне радикальную форму. В теории изначально феминизм – это движение за равные права мужчин и женщин. Сегодня же оттенки явно сгустились, и феминистки нередко открыто выражают свою неприязнь к мужчинам и борются не просто за равноправие, а за свое первенство в иерархической лестнице. Кстати, фильм «Барби» демонстрирует это с размахом. Если режиссер Грета Гервик в интервью для ABC News просто скромно призналась, то вот продюсер и главная героиня фильма Марго Робби выразительно добавила, для чего мы это все здесь проговариваем? С одной простой целью – насколько это возможно предотвратить разложение семейных ценностей, заложенных Богом еще при сотворении мира. Если ты веришь, что произошел по чистой случайности от обезьяны, то сценарий постоянного доминирования вполне логичен. Правда, исход такого сценария весьма плачевен. Если же ты веришь, что создан любящим Творцом, заинтересованным в твоем счастье и приготовившим для тебя особый план и надежду на вечную жизнь, тогда тебе стоит пересмотреть путь, по которому ты идешь. Мы призываем как женщин, так и мужчин сделать переоценку своих отношений друг к другу и осознать, что полное счастье заключается во взаимоуважении и добровольном самоподчинении. Да, по замыслу Творца мужчина в семье глава, а значит, первый должен проявлять ответственность и искреннюю любовь. Таким образом, женщина сама желает отдавать все лучшее своему мужчине. И даже если от рождения жена имеет больший лидерский потенциал, если она желает сохранить свою семью здоровой и счастливой, она позволит мужу чувствовать себя мужчиной. Если же муж – альфа-самец и добытчик, но при этом понимает, что его жена также хочет быть всесторонне развитой личностью, а не просто домохозяйкой, он обязательно придумает, как посодействовать ее личностному росту. В результате все от этого только выиграют. Это и есть любовь и уважение прав и чувств друг друга. Мы не призываем абстрагироваться от трендов и жить в монастыре. И мы не настолько наивны, чтобы утверждать, что просмотр фильма «Барби» сам по себе разрушит крепкие и здоровые отношения в семье. При этом не стоит недооценивать силу голливудской машины по производству ценностей. Индустрия порока вкладывает в своих актеров-проповедников миллионы долларов, чтобы те доносили необходимый месседж максимально убедительно. Любопытно подметить, что Грета Гервик в уже известном нам интервью сказала, что «Барби» подобна иконе. «Барби» подобна икона. Сложно с этим не согласиться. Для многих Марго Робби в своей идеальной форме, без целлюлита и других изъян, является эталоном, своего рода иконой. И хотя в фильме вроде бы призывают к тому, чтобы быть собой, в действительности маленькие девочки, пищащие от восторга при виде Марго Робби в образе стереотипной Барби, не хотят быть собой. Они хотят быть Марго Робби. А когда подрастают и осознают, что у них не получилось стать длинноногой, бесцеллюлитной Барби, подсознательно комплексуют. Одни начинают отчаянно бороться за свои права, другие, демонстрируя свою независимость, просто отдаются в руки тех, кто поможет им временно самоутвердиться за счет их легкодоступности. Но оба эти варианта на финише не оправдают себя. Закончить хочется на хорошем и на самом главном. В послании к Ефесянам записаны потрясающие слова наставления, дающие нам ключ к разгадке идеальных отношений в семье. Сказано так. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Итак, дорогие мужики, если мы хотим, чтобы наши жены любили нас, искренне уважали и добровольно подчинялись, мы должны быть такими лидерами и проявлять такую любовь, как это делает Христос в своей церкви. А что сделал Христос? Умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть, если мы научимся так любить своих жен, что будем готовы отдать для них абсолютно все, пожертвовать ради них самым ценным, даже если пока что они этого, как нам кажется, не заслуживают, тогда наши жены, плененные такой безусловной любовью, добровольно захотят подчиниться нам. И никакая Барби не сможет испортить их отношение к нам. Спасибо за просмотр. Буду ожидать ваш фидбэк в комментариях. Помните, что мы снимаем контент исключительно благодаря вашей поддержке на Патреон или Ютуб-спонсорстве, а также разовым пожертвованиям. Всем любви и крепких отношений в семье. Надеемся, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!